Здравствуйте, меня зовут Алика Юрченко, я руководитель интернет-проекта «Лучше из Таиланда». Наш проект – это первый русскоязычный интернет-магазин, который официально зарегистрирован в Таиланде. Да, мы были первыми, и нашему примеру, к сожалению, последовали далеко не многие. Точнее, новых интернет-магазинов, которые находятся, базируются в Таиланде и отправляют косметику в Россию, появилось очень много. Но среди них тех, кто официально оформил компанию и работает легально по законодательству Таиланда, их единицы. И именно поэтому очень часто получаются ситуации, когда люди оформляют заказ в таких магазинах и в итоге не получают ничего. И у этой ситуации есть две причины. Первая причина – это интернет-мошенники, которые изначально не собирались вам ничего отправлять. Они сделали интернет-магазин по-быстрому, да, чаще всего на таких сайтах не очень хороший дизайн. У них нет своих текстов, у них на сайте чужие картинки, и они изначально не собирались никому ничего отправлять. Это первая история. А вторая история – это когда интернет-магазин даже отправил вам несколько заказов, но последний заказ, который вы там оформили и подтвердили оплату, он к вам не пришел, номер, который вам дали, не отслеживается, и продавец не отвечает на ваши вопросы. Здесь либо у человека возникли неприятности с законом, и ему пришлось срочно покинуть страну, или же его приняла полиция. Каждую осень здесь обострение. Раньше всех проверяла тайская полиция выборочно, а сейчас в этом году у нас ситуация осложняется тем, что наше русскоязычное сообщество устроило массовую зачистку, и люди стучат друг на друга в полицию, те, кто работает нелегально. За нелегальную работу без ворк-пермита и прочих вещей здесь светит уголовное наказание, вплоть до лишения свободы. Ворк-пермит – это вот такая вот голубая книжечка, которая разрешает иностранцам работать в Таиланде. Если нет такой книжечки, то все, кто работает в Таиланде – это нелегалы. И если до них доберется полиция, человек может просто очень быстро пропасть. Еще один момент, когда с вашей посылкой что-то случилось в пути, человек, который отправлял, он просто перепутал. Написал не тот адрес, не писал не тот город, посылка ушла не туда, посылка вернулась, и в итоге ни ответа, ни привета. Не по вашей вине, а по вине отправителя. Посылку вы не получили, и в итоге вы не получаете ни денег, ни товара, ничего. Это уже проблема этого интернет-магазина, потому что чаще всего эти товарищи, так как они не платят деньги, на оформление компанию. Они не платят деньги за ворк-пермит. Да, каждый год мы подтверждаем ворк-пермит, оплачиваем стоимость этого ворк-пермита. Мы каждый месяц платим налоги, мы каждый месяц платим соц. отчисления, все остальное. И со всеми платежами обязательными, которые надо делать при официальной легальной работе в Таиланде, с 30% наценкой на товары магазин просто не выживет. И у этих товарищей, которые диппингуют по цене и отправляют с минимальной наценкой, у них нет денег для того, чтобы выслать вашу посылку заново, потому что пересылка из Таиланда, как вы знаете, стоит достаточно дорого. И делать это из своего кармана они не намерены. Что же делать, если вы оказались в этой ситуации? Главное, не отчаивайтесь, на все есть и право. Я рекомендую вам сначала написать письмо этому товарищу и рассказать, что будет с ним, если он не вернет вам деньги или не вышлет ваш заказ. Первое, что вы можете сделать, это написать платежному агрегатору, через который вы оплачивали заказ. Если человек принимал через личный Яндекс.Кошелек или на карточку Сбербанка, пообещайте ему, что вы напишите в этот банк или в Яндекс.Деньги письмо о том, что данный человек использует свой счет физического лица для коммерческих целей. Отгадайте, что будет после этого со счетом этого человека? А что будет с этим человеком? Второе, вы можете написать жалобу в налоговую, сообщив о том, что этот человек работает нелегально, принимая деньги на свой счет физического лица. Последствия, я думаю, вы тоже знаете, какие будут. Чем еще можно напугать человека, чтобы он быстренько выполнил свои обязательства? Вы можете сказать, что у вас есть знакомый в Таиланде. На самом деле, в Фейсбуке очень много групп, где находятся все жители Паттайи, Таиланда, там по разным регионам. И очень можно легко найти добровольца, потому что в Таиланде застукачество дают деньги, в районе 10 тысяч бат, если я не ошибаюсь. И вы можете сообщить о том, что такое-такое-то, вы же платили, вы же знаете, инициал этого человека, фамилия, имя, отчество. В принципе, того будет достаточно для того, чтобы написать заявление в тайскую полицию о том, что данный человек занимается коммерческой деятельностью на территории Таиланда нелегально. И полиция Таиланда скажет вам огромное спасибо. Дальше, что вы можете пообещать, это написать заявление в России, подать заявление в полицию о факте мошенничества данного человека. Также, чего боятся есть товарищи, это негативных отзывов в интернете. Пообещайте им, что если вам не вернут деньги или не пришлют товар, то вы напишите отзывы на всех площадках, которые вы найдете. Во всех соцсетях, также можно на iRecommend, также можно на площадке Адзарик, еще есть несколько ресурсов, которые поисковики считают очень авторитетными. И если вы напишите там, а также еще можно на Пикабу, есть такой сайт, написать статью о том, как вас разделили на деньги на данном сайте. И когда люди будут вбивать название сайта, первым будет выскакивать именно ваша статья на iRecommend, на Адзавике или на Пикабу. Но чтобы не попадать в такие ситуации, оформляйте заказы в проверенных интернет-магазинах, которые оформили компанию, владелец которых имеет work permit. И ладно, если вы оформляете заказ на 1-2 тысячи, но если вы организатор совместных покупок, зачем вам попадать в такие неприятности? Почему я вообще записываю это видео? Последних две недели к нам прям потоком идут письма от кинутых клиентов других интернет-магазинов, которые раньше были нашими клиентами, потом увидели сайты с более низкими ценами, заказали там, а теперь по старой памяти пишут нам «Здравствуйте, мы оформили у вас заказ, мы оплатили на имя...» Я не буду говорить имя людей, я не буду называть сайты, так как здесь существует строгий закон о дофимации, так я не могу ничего доказать, поэтому я не буду называть ни имен, ни фамилий, ни названия сайтов. Но даже те магазины, которые раньше вроде как считались порядочными и регулярно доставляли заказы, берут деньги и не отправляют заказы, и люди остаются ни с чем. На их письма они не отвечают. И люди пишут нам, говоря о том, что мы вот вам отправили деньги, где мой заказ, вы мне прислали номер для отслеживания, который уже два месяца не отслеживаете, пришлите мне нормальный номер. Начинаем выяснять. Выясняется, что этот заказ оформлен не на нашем сайте. И также вот последняя ситуация оргазатор совместной покупки, которая раньше работала с нами, потом перешла на другой сайт, буквально полгода нет ее заказов, и сейчас она нам пишет, что скажите, пожалуйста, а что происходит с посылками, которые возвращаются в Таиланд? И я не поняла вопрос, я начала уточнять, и выяснилось, что она оформила заказ. Как потом выяснилось, не у нас на сайте, на другом сайте. Ей отправили, якобы перепутав адрес, и посылка вернулась якобы в Таиланд. И в итоге, в итоге, ей не ответили, ни ответа, ни привета, никакой информации, то есть сайт просто игнорируют. Так она получила информационную рассылку с нашего сайта, так она раньше была нашим клиентом. Она в ответ на это письмо написала нам, вспомнив эту ситуацию, говорит, вот, я много лет с вами сотрудничала, а теперь вот такая ситуация, что мне делать, нам не ответственность. Люди с меня спрашивают, вы понимаете, что я попала на крупную сумму. И я посмотрела, говорю, извините, но последний заказ на нашем сайте вы делали полгода назад. И статус заказа вручен. Я не очень люблю, на самом деле, поднимать эту тему. Много лет назад, когда тоже было обострение, я писала статью на эту тему, где я описывала, как отличительные признаки порядочный интернет-магазин от мошеннического сайта. А также давала рекомендации, что делать, если вас обманули. Долгое время все было тихо, спокойно. В прошлом году была ситуация с одной крупной интернет-компанией, на которой в итоге в России было подано порядка 100 заявлений о факте мошенников, брошенными ими клиентам. Там была очень банальная ситуация, просто кто-то на них настучал, к ним пришла полиция с проверкой, они продавали запрещенные препараты, и в итоге эту компанию закрыли. До выяснения обстоятельств, в течение месяца склад был опечатан, и они не имели возможности работать. Но они при этом спокойно принимали деньги, ничего не отправляя взамен. Так происходит практически с каждой компанией, которая работает здесь нелегально или работает с запрещенными веществами. Мы чисты и стои с другой стороны. Я никогда не выложу в ассортимент своего магазина те капсулы, которые внутри содержат запрещенные препараты, которые могут причинить вред здоровью человека. И я стараюсь делать все максимально законно и максимально легально, потому что я намерена на долгие годы работы в этой компании. Будьте осторожны при оформлении заказов в интернете, причем неважно, ты из Таиланда или из другой страны, или внутри страны, и мошенников в интернете хватает. Если попали в неприятную ситуацию, теперь вы знаете, что делать.